Да, конечно, в прошлом президент Российской Федерации Дмитрий Медведев не перестает удивлять. Давайте и про Медведева, и также много других тем. Мы, конечно же, сейчас обсудим с Юрием Фельштинским, доктором исторических наук, доктором философии по истории. Здравствуйте, очень рады вас видеть. Добрый день, здравствуйте. Смотрите, давайте напомним нашим зрителям. Вот сейчас мы увидели показательный момент. Зачитываются слова Юсифа Сталина с уст Дмитрия Медведева. А мы напомним, что во время своего президентства Медведев говорил, что Сталин как раз совершил массу преступлений против народа. И утверждал, что нынешние российские руководители в корне отличаются от советского вождя. Сейчас, второй год полномасштабной войны, тут уже Сталин цитируется. Что произошло? Зачем это делается, одним словом? Ну, начнем с того, что нынешние руководители действительно отличаются от Сталина. Сталин расстреливал, а Путин пока что к расстрелам не прибегает, даже смертную казнь не восстановил, военное положение не введено, мобилизация на самом деле не тотальная. Поэтому отличия, безусловно, есть. И даже границы открыты, кстати говоря. А чего при Сталине не было. Поэтому, в принципе, Медведев может засчитывать любое количество сталинских телеграмм или приказов. Вся группа людей, которые там сидел за столом, да, вот по басне «Аваська слушает да ест». Понимаете? Поэтому их абсолютно не беспокоит то, что говорит Медведев, потому что в страшилки его не верят не только за границей, когда он пугает ядерными ударами, но и внутри границ Российской Федерации, когда он цитирует сталинские телеграммы. Я думаю, что не изменится абсолютно ничего. И как воровали, так и будут воровать, как бездельничали, так и будут бездельничать. Инициативных людей там не осталось. Уехал верхний слой мыслящих людей, разных политических взглядов, кстати говоря. Но он весь уехал, потому что жить в России некомфортно. Будущего там, безусловно, никакого нет. А если, условно говоря, будущее это возникнет, они туда вернутся, да, потому что все эти люди еще и оппортунисты. Поэтому я думаю, что всерьез, конечно, Медведева воспринимать очень сложно, будем откровенны. Я не хочу сказать, что он посмешище, это, в общем, не совсем так, потому что, ну, все-таки человек был президентом России четыре года. И вроде бы, предположительно, то, что он говорит или пишет, должно иметь какой-то вес. Но, скорее всего, Медведев сейчас и в России, и за границей воспринимается достаточно калькатурно. Юрий Георгиевич, ну, конечно, по поводу посмешища тут тяжело с вами, с одной стороны, не согласиться, потому что он официальную должность имел высокую. С другой стороны, год запугивать всех ядерным ударом просто еженедельно. И обещать всем апокалипсис, и заявлять, что Россия теперь до Лиссабона захватит все территории. Ну, согласитесь, вот он это прозвище, ну, как минимум, заслужил, несмотря на предыдущий статус. Возможно, конечно, вы не согласны, но я сомневаюсь. Юрий Георгиевич, а скажите, вот то, что Медведев говорит о том, что полторы тысячи танков в том числе произвела Российская Федерация, и что вот даже по всем подсчетам, которые западные союзники сейчас предоставляют, количество танков в Украине, это не может сойтись. Это как бы успокоение, или он действительно не понимает реальной ситуации, что даже те, например, полторы тысячи танков, там, Т-55, которые они расконсервируют, и который тот же Сталин, который он цитировал, еще видел, может, даже и принимал на вооружение, ну, никак с современным европейским, натовским оружием не сравнится. Это для кого вот такая риторика звучит в первую очередь? Ну, дело в том, что Россия вперед количеством, так всегда, кстати говоря, было. Россия же в военной кампании качеством не вела никогда, и тем более не одерживала победы через качество, одерживала победы через количество. И это относится и к живой силе, которая бросается в окопы десятками тысяч, да. Наверное, это относится и к вооружениям. Я понимаю, что российский танк нельзя сравнивать с леопардами, но если леопардов мало, российских танков много, то расчет, в общем-то, только на то, что у украинцев, как говорится, патроны закончатся, и противотанковое орудие закончится, снаряды закончатся, да. Поэтому Россия пытается взять Украину на измор, да, навязывает Украине, навязала уже на Украине позиционную войну. И вот в рамках формате этой позиционной войны, конечно, количество, оно имеет серьезное значение. Повторяю, России при этом абсолютно все равно, сколько народа гибнет в окопах, да. Вот Гиркин вывесил очередное слезное заявление российских военных, да, которые брошены там где-то под Бахмутом или в каком-то аналогичном районе, да, без всего. И загляд отряды не разрешают им отступать. А это то, как Россия вела войну, Советский Союз ввел Вторую мировую войну, это то, как Россия ведет войну сейчас. И не случайно ведь Советский Союз понес такие потери несоизмеримо больше, чем Германия, например, воевавшая на многих фронтах и полностью как бы разбитые, полностью оккупированные, да. Это все достаточно типично, это все умещается в рамке советской и нынешней российской истории и действительности. Юрий Георгиевич, а скажите, пожалуйста, вот очень интересно ваше мнение в данном контексте, как и во всех других, безусловно. Скажите, США наложили санкции на семерых членов ЦИК Беларуси, а также на заводы МАЗ, БелАЗ, их руководителей. Также под санкции попал самолет Лукашенко. А почему нету персональных санкций непосредственно на самопровозглашенного диктатора Беларуси, по вашему мнению? Ну, я не знаю, как устроены финансы Лукашенко, будем откровенны, но я далек от мысли, например, что есть банковский счет, открытый Путиным. Я далек от мысли, что есть банковский счет, открытый Лукашенко. И, как мы знаем из истории, банковского счета не было ни у Сталина, ни у Гитлера. В этом есть определенные сложности в персональных санкциях. Юрий Георгиевич, я прошу прощения, но есть же та же яхта Шахерезада, которую все знали, журналисты расследовали, что косвенно Путину покупали через различные фирмы прокладки. Есть же еще имущество, которое, в принципе, явно в следственных органах различных международных организаций можно понять, кому принадлежит. То есть, конечно, не в официальных счетах идет речь. Вы абсолютно правы. Но для Запада, который живет не по понятиям, а по закону, формально-юридический момент является очень важным. И от того, что известно, что на практике той или другой яхты, например, пользуется Путин, не очевидно, что эту яхту можно объявить путинской и конфисковать ее, если, например, ею владеет какой-то другой законный владенец. То есть, по крайней мере, это то, что требует разбирательства, это то, что требует доказательств. Поэтому на Западе все происходит очень и очень медленно. И нас это всех и настораживает, и раздражает, и мы не понимаем, допустим, почему конфискованные российские миллиарды, те или другие частные или государственные, не передают вот уже сейчас в Украину, допустим, на военную помощь и на восстановление разрушенного. Запад очень медленный. Это относится к помощи, кстати говоря, тоже. Мы же видим, что эта помощь с одной стороны в Украину идет, а с другой стороны идет достаточно медленно. Запад, маховик вот этот западный, да, он как бы заводится очень-очень медленно. Зато его остановить потом нельзя. Да, действительно, тут, конечно, вы очень правильную вещь сказали. Все все понимают, но заточено все на правовое поле. А когда речь идет о Лукашенко, Путине, тут правовое поле, оно не всегда, что ли, уместно, можно так сказать, когда имеешь дело с военными преступниками. Пожалуйста, Александр. Дмитрий Георгиевич, у нас остается очень мало времени, но мне кажется, вопрос важный. Как вы думаете, вот после слов Джо Байдена о том, что Китай еще не предоставлял России военную поддержку, весь мир будет следить за тем, начнется она или нет, и пойдет ли на это Китай? Как вы думаете? Ну, за этим следит, я уж не знаю, следит ли за этим весь мир, но в Соединенных Штатах, будем откровенны, за этим следят очень большое количество людей. И многие из них настроены Китаю крайне критически и даже враждебно. Если Китай допустит эту ошибку и начнет поставлять оружие России, это, конечно же, станет известно, может быть, не в первый день, но во второй. И для Китая это может иметь самые непредсказуемые и очень серьезные экономические последствия. Потому что, поверьте, в Соединенных Штатах, повторяю, в Конгрессе, в правительстве, в деловой элите, среди крупных промышленников есть много людей, которые сидят и с нестерпением ждут, когда же Китай совершит эту ошибку, чтобы поставить Китай на место, чтобы ввести санкции. И если Китай это сделает, это будет очень крупный ваш. Да, 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 мы вас услышали. Спасибо большое за интереснейшую и важнейшую беседу. С нами был Юрий Фельштинский, доктор исторических наук, доктор философии по истории. Спасибо. Спасибо вам.